На чем закончилось в прошлый раз, что, к примеру, восьмиугольные монеты встречались не так часто, а до этого не было примера семи. Вот семиугольник встречался очень часто среди монет. Здесь некоторые примеры равномерно по всему свету. Вот нижний угол острым углом как вверх, так и вниз. И так как эта форма была традиционна для английской монеты в 50 пенсов, то, соответственно, все связанные с Англией колонии, зависимые страны и... Ну, как дополнение можно сказать, что когда-то была большущая Британская империя, потом начался процесс деколонизации, но множество из этих образовавшихся государств до сих пор входят в Содружество наций, которые как раз под эгитой Англии. И на монетах, которых чеканится Елизавета II, которая, наверное, на миллиардах монет сейчас присутствует совокупно в мире, потому что это все английские монеты с 1953 года и монеты еще десятков стран за тот же период. Если бы они все были кресторажами, как в Гарри Поттере, то королева была бы действительно бессмертна. А на слайде показаны также монеты со всего мира. Есть африканские, снизу со слоном и с какой-то африканской птицей, неизвестной. Есть монеты Иордании. То есть в целом по всему свету монеты такой формы использовались. Ну и, соответственно, как мы видим, чем больше углов многоугольника, тем ближе он приближается к обычной круглой монете. И, соответственно, дальнейшие монеты я даже уже не стал рассматривать, потому что они, по сути, почти круглые, просто более чуть-чуть ограненные получаются. Дальше по... Ну, я думаю, что почти все видели или 10-рублевые бюлентарические монеты в России, или где-то за рубежом монеты в 1-2 евро. Вот здесь показаны бюлентарические монеты. Они стали появляться достаточно недавно. Я думаю, где-то лет 50-40 назад начала использоваться такая технология чеканки из двух металлов. И, как вы видите, достаточно разные сочетания металлов используются. Вот выделяются чешские, что более красная медь на них получается. Ну, это классический медь, классический никель и латун. Вот, соответственно, здесь монеты также со всего мира, европейские, азиатские, африканские, американские. Вот, но в этом как бы развитие этой технологии появилось во Франции. Во Франции решили сделать еще больше колечек, так сказать, и получилась монета как-то и металлическая. Соответственно, показана монета, посвященная Пьеру Кубертену, который возродил Олимпийский Игорь в 1894 году. Монета к столетию этого события, посвященная этому человеку. Какого-то практического смысла нет, именно, что сделать дизайн более симпатичным, более необычным. А может это подделывать сложнее? Ну, вопрос подделки монет сейчас стоит не так остро, хотя встречаются до сих пор, как ни странно, подделки монет. То есть, допустим, британские фунты, монеты в один фунт, то есть, по сути, в 80 рублей подделаются очень часто, даже сейчас. Но мелкие монеты, естественно, уже не так интересны к подделке. Но вот в таких воптовых лотах монет бывает, что попадаются действительно заметно поддельные британские фунты. Так что, как-то оказывается, что до сих пор выгодная технология позволяет дешевле отчеканить его поддельно и потратить его по номиналу. Но в основном именно визуальная красота. Вот три металлическая монета, показанная, я единственную видел страну, это вот Франция. Несколько монет такого типа. По идее, можно еще больше колец сделать, но до такого тоже никто не доходил. Был вопрос по монетам с отверстиями. Монеты с отверстиями также достаточно часто встречаются в мире. Встречаются они. Здесь есть монета. Это даже, я думаю, не настоящая монета, это подделка. Но, по сути, я думаю, все видели китайские монеты, которые связаны с фэншурем. Часто попадаются. Это легко достаточно в обращении представить. Такие монеты очень долго были в Китае в ходу, практически с одинаковым дизайном. Где-то с 1500-х годов до практически начала 20-го века. То есть столетиями. Ну, Китай в целом славится как страна с очень устоявшимся укладом, традициями. И они на какие-то века застаревали совершенно без развития. И как раз китайским монетам характерно, что отверстие квадратное. А остальные страны в основном делали с круглыми отверстиями, делали по всему миру так же. В основном мелкие монеты. В основном мелкие же и отверстия. То есть вот здесь показаны монеты Пакистана. И есть схожие Индии. И это одни из немногих монет, когда получалось монеты, как такое колечко достаточно тонкое. В основном более, как вы видите, все остальные с маленьким отверстием. И как-то, соответственно, оно везде должно обыгрываться. Ну, вот на монете Лаоса оно как-то просто пробито в портрете. А в остальных в основном оно как-то вписывается в сюжет. То есть есть, где оно располагается, внутри королевского вензеля, правителя. Вот это монета Бельгии. Соответственно, внутри вензеля. Здесь между шарафами. И дизайн как раз подгоняется тоже. Вот. Также по всему миру использовались эти монеты. В европейских странах больше это с начала 20 века. То есть в 1900-х годах, 1900-е, 1910-е. Массово были во Франции, в Бельгии, в Люксембурге. И на других континентах также после применялись в Африке, как в британских колониях. В Фиджи тоже была территория, зависимая от Британии, как остров в Тихом океане. Африканские монеты. Аэродезия и Ния-Сален, тоже несуществующая страна. Тоже под влиянием Британии. Так что монеты с отверстиями, соответственно, встречаются до сих пор. Здесь вот. Дальше будут монеты Скандинавии, как раз тоже по вопросам. И в скандинавских монетах, в современных, также есть отверстие. Так что не устаревает технология для применения. Попадались иногда кучи французских монет, в которых как раз эти монеты нанизаны по 10-30 штук на веревочку. Но не знаю, насколько практично их носить при их использовании. Возможно, легче отсчитывать. Ну, как в качестве кошелька, такую. Как бусы можно делать из них. Дальше неожиданно смешная картинка. Мы переходим к монетам Скандинавии. У них у всех на гербах есть львы. Но у львов разная судьба сложилась. Первым показан герб Дании. Вот здесь вот слева сверху покрупнее. У Дании один из символов герба – это сердечко. То есть оно достаточно давно присутствует и в геральдике Дании, и, соответственно, на монетах. Поэтому у Дании озабоченные львы и их три. У Швеции льва два. Они располагаются по краям герба. Львы Швеции достаточно важные. У Норвегии, соответственно, один лев. А вот у Финляндии лев по какой-то причине на всех гербах проткнул себе голову мечом. И поэтому он такой особенный. И, соответственно, дальше уже пойдем к примерам этих всех гербов на монетах. На счет, там был вопрос, что монеты Скандинавии достаточно необычные, но в целом они достаточно вписываются в европейские традиции монет. Здесь показан, допустим, шведский 8 марек, король 12, и, как видим, достаточно обычная концепция монеты, монарх и герб Швеции с тремя коронами, который тоже существовал много веков. На монетах 20 века он также присутствует в виде трех коронов. Ну, соответственно, на этой монете изображен корол 12, достаточно воинственный король Швеции, который нам был всем известен в школьной истории, потому что он шведское войско, он удавился из Скандинавии пригнать аж до Полтавы. Соответственно, он участвовал в полтавском сражении, которое было около Харькова, по сути. И ни до, ни после обычно шведские войска так далеко не забирались. Король был очень воинственный, очень бесшабашный. И, соответственно, здесь мы можем видеть его портрет. Ну, как-то после разгрома у Полтавы шведы начали думать, что воинственная политика не для них и постепенно превращаться в более миролюбивую державу. Вот, соответственно, здесь более поздняя монета Швеции. Здесь на ней заброшен король Карл XIV. Он примечательен тем, что в начале 1800-х годов, как раз вот наполеоновская эпоха, от которой мы говорили, шведам надоел их король. Они собрали народное собрание, свергли короля. А так как время было наполеоновское, они решили, чтобы улучшить отношения с Наполеоном, пригласить себе в качестве короля одного из наполеоновских маршалов. То есть король Швеции был выбран, король Швеции был французским маршалом, соответственно, был по происхождению французом. Карл XIV — это имя при данной прекронации, чтобы не нарушались традиции данной страны. И, как ни странно, во-первых, Карл XIV достаточно быстро и получил уважение у шведов, и решил, что раз он теперь командует Швеции, ему нужно следить за шведскими интересами, а не за французскими. Поэтому он через несколько лет благополучно расстроил союз с Францией и поддержал в войне XII года Россию и, как выяснилось, был прав. Еще примечательный факт об этом короле, что как бы, несмотря на то, что у Наполеона было приличное происхождение, в маршалов в основном у него были талантливые, но часто из простых людей. И есть легенда, что после смерти Карла XIV, который был достаточно много лет королем Норвегии, на его теле была обнаружена татуировка с надписью «Даздравствует республика», что для короля весьма нетипично. Дальше. Монеты Дании отличались в основном тем, что у них выбирались номиналы пятны и четырнём. Здесь мы видим монету в 16 скиллингов. Соответственно, были монеты 1, 2, 4, 8, 16, 32 скиллинга и считались удобными для расчётов, хотя нам с десятиричной системой не очень привычно. Здесь показаны тоже две монеты Дании. По сути, они очень похожи на немецкие монеты того же времени. Но в целом Дания, как гранище с Германией государства, часто тяготела к Германии во многих вопросах. Эти монеты, по сути, они как подорожание немецким монетам того же времени. Вот здесь показана как раз в центре монета современная Дании с киргом, со львами и с сердцами. Справа одинокий норвежский лев. Слева сверху как раз современные монеты Дании, которые сейчас в обращении в Дании с отверстиями. И с сердечками тоже, но уже без львов. Слева снизу несчастный финский лев, который всё ещё не разобрался с мячом. Ну и справа сверху достаточно нетипичной чеканки монеты шведской, на которой получается, что цифры не выпуклые, а как бы находятся в выемках в металле, что, как мы видим, достаточно нетипично, как по тем монетам, которые вам встречались. Это шведская, достаточно выглядит нестандартно. Ну, соответственно, у меня на этом всё. Я надеюсь, что какие-то вопросы, которые мне задавали до этого, я смог осветить сейчас в чатике. Про дырочки, да, вопросы. Как бы вот то, что ты говорил, что их нанизывали на нитку и столбики собирали, я слышала такое объяснение. Типа делали связку монет, и было легко рассчитываться ими. Ну, это даже, мне кажется, в более такие, возможно, да, в времена более, как сказать, ну, как раз вот китайские монеты, которые там 15-16 века, я думаю, там, да, действительно, все носили на ниточках. Как бы современные датчане, думаю, что всё-таки не носят на ниточках, складывают в кошелёк. Хотя отверстия до сих пор и остались. Или платье длиннала. Ну, это сейчас, мне кажется, это больше туристическое. Вот когда ты там, в Норвегии тоже есть монеты с дырочками. Когда ты приезжаешь, это что привезти? Самый простой сувенир. Берёшь там мелочишку какую-нибудь собираешь и всем друзьям делаешь кулончики. О, я всем привёз сувенир. Финский лев, да, бедолага. Ну, как репутация Финляндии в Скандинавии. страдает. Так и гейб соответствует. Рыб тоже призван страдать. Страдат. Когда я говорила про необычные, у меня просто были исландские монеты. И я, может быть, потом... О, он вкусируется. А, вкусируется. Тут у них рыбки. Да, рыбки-рыбки. И в зависимости от номинала, у них какие-то разные виды рыбы. Вот. И мне было интересно, почему они делают в разное количество рыбы. Типа, это какая-то рыба лучше другой рыбы. И у них все монеты с рыбами. Почему монеты с рыбами? Исландские достаточно просто объясняются. В Исландии рыболовный промысел занимает от экономики, может быть, треть вообще доля страны дохода. Поэтому настолько выбраны как символ. Ну, значит, они как-то какую-то рыбу оценивают дороже, чем другая рыба? Ну, это вероятно, что да. А на обратной стороне используются символы как раз Исландии. Если перевернешь. Вот. Там у них есть бык, есть воинственный мужик, есть кони-птица, насколько я помню. А этот мужик, этот бородатый который, да? Да. Да. Такой очень схематично угловатый. Да, да, я думаю, так и есть. Бык, мужик, петух и дракон. А, конь или дракон? А может быть дракон. А может... Не помню по памяти. Ну, да. Мне кажется, что он на дракона больше похожий. Чёрт. Язык из пасти. Ну, вряд ли это конь, да. Может, типа пламя дракона? Да, да. Вполне возможно, да. Тоже скандинавская мифология, я думаю. Ну, нет, у них не было дракона, по-моему. Максим, а можно ещё вопрос? Ты когда показывал вот эти монеты с отверстиями, ты сказал, что китайская, наверное, фальшивка или подделка. А почему ты так решил? Может, у сувенирчиков? Ну, во-первых, не должна быть поверхность монеты с точечками, вот с такими вот мелкими. Это как раз один из признаков. Ну, и в целом, как-то не выглядит аутентичный. Нет, достаточно забавно, но я вот научился. Вот, куча монет лежит. Я на цвет могу лечить никель от серебра, хотя по цвету они достаточно близкие. Ну, вот, то есть это оттенки серебра, но вот с опытом начинает чувствоваться. Ничего себе. Ничего себе, да. Слушай, а у тебя ещё на первом слайде там была какая-то интересная монетка, я хотела про неё спросить. Ты можешь показать? Да. Вот это? Вот, нет, значит, на втором, прости. Собачками, да. Вот в центре, что это за рожей на обороте? То есть одной стране... Это мультфильм, по-моему, Борис Гаромет. Угу. Ну, что-то в подписи, да. Ну, вот, и в честь мультфильма. Такое бывает, да? Ну, это юбилейные типы. Юбилей, наверное, был. Чего только не бывает, да. Класс. Слушайте, есть еще... Более сомнительные идеи бывают тоже. Можно отдельно сделать презентацию. Сомнительные темы для юбилейных монеток. Не совсем... У меня мысль о следующем. Сделать что-то как раз по каким-то необычным историям, тематикам в таком духе. Дичка при монете. Нестандартные представители монет. Не совсем монеты, но есть ноль евро. Видел кто-нибудь? Нет. Как купюра. Да. А зачем это? Как тоже, как сувенир. Да. Я могу не рассказывать, Максим, если хочешь, можешь выткнуть свою. Я знаю, просто есть со спанчбобом. Прикольно. Рассказывай. А? Может, можешь рассказать, почему нет. Ну, такие штуки, в общем, ну, просто юбилейные какие-то вещи. Реально, ноль евро, просто вот нулевая купюра, она, естественно, сделана со всеми вообще... Как это прямо называется? Уровнями защиты. Да, да. То есть все уровни защиты выпускает европейский банк. Все очень четко. Но она стоит, ну, как бы стоимостью ноль евро. То есть ты можешь ее купить как сувенир. И продаются они по местам, которые напечатаны. Я покупала на Тенерифе, на вулкане Тейда, такую вот, собственно, купюрку, и там Тейда изображен. То есть очень много мест. Там есть и Эфелева башня, и Колизей, и, ну, то есть как бы все вот эти вот самые-самые знаменитые там памятники архитектуры, какие-то известные места. Были вот спанчбобы какие-то, ну, такие мультяшные, короче говоря, герои. Вот. Но она вот реально такая чисто по фану, розовенькая, классная, такая купюрка хрустящая. Ну, естественно, она как бы, ну, никем не юзалась, поэтому она прям такая, знаете, свежачок такой. Там, покупаешь ее из автомата, она прям такая хрусь-хрусь. Как их находить? По местам, которые вот изображены на них. То есть где-то во Франции рядом с Эфелевой башней. То есть надо нагуглить, какие существуют, и можно найти. Да, да, и вот конкретно ехать туда и покупать. Я говорю, я вот прям на Вулкане покупала там в сувенирной лавке. Я буквально просто шла, смотрела на унылые вот эти вот развалы магнитиков, каких-то пепельниц, каких-то кусков там магматических пород. И я просто поворачиваюсь и вижу автоматик. Она буквально там, ну, пару евро стоит, чисто по фану, вот. И такая красота такая. Я бы вам ее показала, но, к сожалению, я ее подарила. Вот, поэтому... Поэтому так. Так что будете где-то гулять. Это тоже классно, как сувенир кому-то привезти, например. Вроде как бы и место, да, которое... Да, вроде как и такая вот... Не магнитик. Я в прошлом году узнала. И не магнитик, и вот, ну, так вот. И место много не занимает. Какая открытка. Спасибо. Спасибо. И Максиму спасибо. Да, спасибо большое. Мне очень нравятся вот эти вот многоугольные ребята.